То, что находится сейчас в кадре, могло-то и не быть, если бы компания Таурус не строилась. Причем, где все строится, ну догадайтесь, это Сибай. Да, здесь тоже смотрят звезду и понимают дивную необходимость панельного строительства. Отнюдь не деревом сытым и будем. Как и не деревом единым сыты американцы. Там из дерева панелями застроена вся малоэтажная Америка. А это, извините, большая часть населения Америки. То есть 250 миллионов человек живут не в городах. Кстати, я как-нибудь вам покажу, как они строят. Чтобы понятно было. Мы строим на века. Промерзание через стены ноль. Ну, практически. Потому что это пенопласт вкупе с СИП-панелью. Честно, ну только пуля пробьет. Причем из АКМа. То есть он никогда не высохнет. И по сути, такие дома это идеал для зимовки. Кстати, если честно, то такой грамотный дом переживет все, что угодно. Представляете, какая плавучесть, а? Но я по сути думаю, что за такими домами будущее дешево, качественно. И за короткий срок у вас будет свой дом. Так вот, о чем мы говорим. И мне очень приятно ездить и в том числе и в Сибай. Потому что я вижу, как работает магнитогорская компания Таурус. Я, честно говоря, сам Таурус. Я телец года БК, плюс еще и машина Таурус. То есть трижды телец. А теперь уже и четырежды телец. Потому что работаю именно с этой конторой. И она вам в реальности показывает, как все делается быстро. Быстро и качественно. Сможете ли вы такое сделать? Я сомневаюсь. Я так понимаю, все это не находится в городе магнитогорске. Да, как раз вы правильно заметили. Мы сейчас находимся в городе Сибай. Это республика Башкортостан. Далековато от нашего города. Но тем не менее, мы в принципе выездные. И работаем по всем регионам. Город, он, получается, завлек нас тем, что здесь развитие частного домостроения, оно в какой-то степени направлено в своеобразной линии. По своей стихии идет. Но мы бы хотели им показать и доказать, что наша технология, она достаточно широко шагает. И можем даже захватить, переплюнуть и победить другие технологии более традиционные, нежели камень, бревно, кирпич и другие элементы. Я бы хотел сказать, что мы в каком веке-то живем? Мы живем, извините, в 21 веке, если честно. Плюс ко всему, то, чем вы занимаетесь, это круто. Другие вещи, то есть из века 18 или 17 века, про Америку я говорю, там то же самое делалось. И дома продолжают стоять уже 300 лет, пожалуй. Также делалось все на каркасном уровне обслуживания, получается. То есть собирался каркас, ставилось все остальное. Продолжают они стоять. И этим домам по 300 лет, если что, на самом деле так. Мы тоже не изобретали велосипед, ничего нового не придумывали. Мы просто переняли технологию, которая в других странах самая популярная и самая надежная считается. Это простой стереотип нашего русского человека о том, что кроме кирпичного и каменного дома, либо из бревна, другой технологии не дано. Как раз таки она дана, эта технология, и, как видите, она у нас перед глазами. И у нее, повторюсь, ряд преимуществ во многом перед другими технологиями. То есть это быстро, надежно, доступно, опять-таки экологично. Все эти факторы, они подтверждают собой проверенную практику временем и, соответственно, нашими погодными условиями. А теперь возникает дивный вопрос. Можете ли вы делать многоэтажное строительство? Потому что, я так посмотрел, в интернете есть кадры вашего строительства, которые позволяют удерживать разряд землетрясения практически 9 баллов. И это 6 этажей. На самом деле, да. Такая технология предусматривает собой строительство 6-этажных домов. В частности, такой был эксперимент, проведен каналом Discovery для японских строителей, продемонстрировать технологию преимущества сейсмоустойчивости. Тем самым, они увидели положительный результат. И было принято решение, что эту технологию применять полномасштабно для тех местах, где сейсмоустойчивость, она нестабильна. Нам, в принципе, Российской Федерации переживать, как таковое, нечего за сейсмоустойчивость. И, в принципе, это можно строить. А теперь про цену вопрос. Вот за вашей спиной стоят дома. Элементарные квадратные штуки из дерева и чуть-чуть банька. Сколько там стоит и сколько ваш дом готовый будет стоить? Может быть, там дорогой земельный участок, как нам сказали. Но, тем не менее, данный дом, который за спиной, 2,200 стоит. То есть, это коробка из бревна тесаного и рядом стоящий элемент бань. Вот. И тем самым, наш дом по сравнению с той постройкой, в ценнике почти одинаковый. Наш дом стоит 2,700. Только давайте говорим, там бревно не тесаное, вообще ничего нету, крыши нету по сути. Баня это просто строение получается. У вас дом будет какой? У нас дом будет пресс-четовая отделка. То есть, заказчику останется постелить ламинат, приклеить обои на его вкус и кошелек, как говорится. И, соответственно, ставить наш комнату на двери. Все остальное будет просто капитально готово. Канализация, вентиляция и вся инженерная сеть, все инженерные сети будут вложены, фундаментные работы, все стены, полы, перекрытия, крыша. Ну, много можно перечислять, что останется для полноценной жизни. Я скажу, что нужно доделать. Опять-таки, это обои, ламинат и двери. Теперь другой вопрос возникает у людей. Вот люди смотрят, да, люди понимают, люди хотят свой дом, понимаете, да? В Вагнитогорске есть такие вещи, которые бы не хотели бы, то есть вы не можете в своем доме слушать музыку. Ну, да ладно, это их технологии, их проблемы. Но, тем не менее, вокруг города есть замечательная объединенная дорога. Вообще, надо понять, что если у вас все нормально с головой, если где-то что-то работает, то, по сути, ваш дом может быть и не в том месте, которое стоит бешеное количество денег. Правильно? На самом деле, все зависит от именно уровня заказчика, как говорится. То есть, где ему нравится собственный земельный участок, либо ему в оживленной части города, либо ему где-то в уединениях. То есть, это более южная часть города Монтогорска. Земельных участков, на самом деле, огромное количество. И по цене они отличаются, и по своим квадратным метрам. Сама земля, то есть, она, ну, так сказать, не менее важную роль играет. Вот. И на самом деле, то есть, у нас есть возможность представления ряда земельных участков по любой ценовой категории, где бы заказчик хотел построить свой самый уютный и теплый дом. А теперь другой вопрос. Вот, к примеру, я хочу, у меня есть, допустим, двухкомнатная квартира, хрущевка. Могу ли я отдать вам эту квартиру, и вы мне через три месяца построите свой нормальный дом? На самом деле, у нас сейчас проходит, на самом деле, такая акция. Мы работаем в партнерских отношениях с компанией Реалюкс. Вот, это достаточно кисельное агентство недвижимости, где их специалисты и профессионалы на высоком уровне в достаточно быстрых темпах могут продать данную квартиру, либо это дом жилой. В это время мы для заказчиков предоставляем съемное жилье на время строительства за наш счет. И, соответственно, за три месяца мы поднимаем полностью весь дом, и заказчик заезжает уже в готовый новый дом всего лишь за три месяца. Пока идет оформление документов на земельный участок, там, где они приобрели землю, уже будет готов построенный дом. Мы сюда приехали буквально полчаса назад. Буквально полчаса назад здесь было все вровень. И вот за полчаса три стены. То есть в оконцовке сюжета, где-то в конце этой недели здесь будет все сделано. Целиком и полностью. То есть вот это качество и вот это строительство. Понятен результат, из чего все делается. Сэндвич-панели. То есть это не сэндвич-панели, то есть это СИП-панели внутри пенопласт и дальше СИП-панели. То есть такое отопить гораздо проще. Я всем честно объясню, чем они будут топиться. Здесь нету газа. Здесь его просто нету. Здесь будут стоять обыкновенные тены. Причем, как вы прекрасно понимаете, насколько это все качественно. То есть такого расхода электричества, как на обычную шлакоблочную конструкцию, здесь не будет. Но максимум 2-3 тысячи в течение зимы. У человека уйдет на отопление. Это, по-моему, не сильно дорогое удовольствие, если честно. Вот. 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 Продолжение следует...